Прежде чем мы окунемся в слово, я хочу выразить свое уважение всем отцам. Слушаете ли вы нас по Ютубу или сидите в нашем зале в Зайленде или в другом месте, я прошу вас встать на минуточку, давайте им поаплодируем. Даже если вы сидите в своей гостиной, и ваш отец стоит рядом с вами, поаплодируйте ему, даже если это выглядит смешно в одиночестве. А знаете, опостойте еще немного. Все ради чего призвал вас Бог. Невероятно. Для толкования Евангелия другим народам, или же оживлять мертвых и исцелять больных, быть отцом — это все задания, при исполнении которых наших человеческих сил всегда будет не хвататься. Если Бог сделал вас отцом, и вы иногда чувствуете, что вам не хватает сил, вы думаете о том, что было бы хорошо, если бы у вас было больше терпения, или же вы хотели бы поправить ваши финансовые дела, знайте, что Бог тоже в курсе того, что Он призвал вас для выполнения этой сложной задачи — растить детей. Недаром в Англии говорят, для того, чтобы вырастить детей, нужна целая деревня. Знаете же, что Святой Дух наделяет вас силой для того, чтобы выполнить эту задачу. Вырастите, сделать сильным ребенком или детей, веренных вам Богом, не только в вашей стране, но и в Царстве Божьем. Видите ли вы это в этот момент или нет, но это то, что вам доверил выполнить Господь во имя Иисуса. Находитесь ли вы сейчас в трудной ситуации, буря у вас или шторм, знайте, что Иисусу под силу любые шторма и любые бури, и ваша победа в нем. Мы хотим выразить вам свое уважение за ваше отцовство, то, что доверил вам Господь. Мы знаем, что вы победитель во имя Иисуса Христа. Мы уважаем и благодарим вас. Знаете, для меня Бог существует одинаково во всем. А теперь присаживайтесь, пожалуйста. Говорим ли мы об управлении своими делами, о воспитании детей, о проповеди слова, о заботе о людях, попавших в трудную ситуацию? Мы это делаем не только собственными силами, но силой, которой нас наделил Господь. Павел говорит в первом послании к Оринфянам, что мы не изрекаем мудрость человеческую. То есть церковь — это не только то место, где сконцентрировано все образование. Вы не только видите, как мудрые женщины или же умные мужчины стоят на пьедестале и вещают умные мысли, а мы же хотим пойти дальше и понять, что мудрость человеческая ничтожна, глупа перед Богом. Бог же мудрее, чем самый мудрый из людей. Вот, например, крест. Это центр нашей христианской веки. В нем и человеческое бессилие, и одновременно сила Божия. Павел говорит, что ему очень сложно в своем призвании, что он много раз просил Бога облегчить его работу. Бог же ответил ему, «Довольно для тебя благодатью Моей». Это можно отнести и к отцам, которые сегодня слушают нас. А знаете, благодати Божией достаточно, чтобы осуществить миссию, доверенную вам Богом. То, что вам доверил Господь здесь, в этой стране или же в мире, вы будете делать не только своими силами, но и с помощью Божьей. Поэтому Павел делает вывод, по-моему, в 7 стихе. «Я хочу посмотреть это очень сильное высказывание, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами», заключает Павел. «И он не имеет в виду болезни и грехи, так как Иисус освободил вас от болезней и грехов, но он имеет в виду состояние, когда вы чувствуете, что ваших сил не хватает, и вы испытываете сильное сопротивление. И вот именно в таком состоянии я испытываю радость, зная, что моих человеческих сил не хватает, но во мне он, и вот только тогда я силен, когда есть во мне Господь». Сейчас я проверю какой это номер стиха. Мне кажется, что седьмой. А, да, я угадал, действительно, седьмой. Итак, я уже процитировал вам это местописание, «И Бог может быть силен через меня». И что это не только моя интересная сила, но его благодать начинает работать во мне. И это то, чего все мы хотим. Сколько бы я ни учился, никто вас не приведет к Иисусу. Все случается после вашей личной встречи с Иисусом. И он позаботится о том, чтобы вы пришли в Царство Божие. Я с вами сегодня хочу поговорить на тему «Взрослые сыновья и дочери в Царстве Божием». А знаете, Бог очень хорошо продумал все системы здесь на Земле. Все, что есть здесь на Земле, находится в системе. Всему нужна система. Поэтому Бог работает через местные церкви. В вашем телефоне вы можете слушать замечательные лекции о Библии в любом месте мира. Но вы не можете встроиться в сам подкаст. Просто не можете. В Псалме говорится, вы останетесь свежими и молодыми, даже в преклонном возрасте, если вы запланированы в подкасте, если вы живете в Доме Божьем. То есть это местная церковь. Живете ли вы здесь или где-то еще? А вы относитесь к вашей церкви. Живете ли вы в Амстердаме, в провинции Зеланд? А вы относитесь к той церкви, что в вашем округе, городе и так далее. Потому что в вашем окружении Бог может работать только через местную церковь. Так же происходит и в жизни. Бог позволяет каждому человеку рождаться не только в государстве, но в том окружении, что определил для него Он. То есть в семье, у матери и у отца. Отцовство же очень важно в процессе взросления детей. Более того, оно незаменимо. А воспитание взрослых сыновей и дочерей и так же происходит и в Царстве Божьем. И Иисус объясняет одному из фарисеев в послании к Иоанну. Царствие Божие функционирует следующим образом. Это не курс, который вы проходите. Потом сдаете экзамены и приобретаете определенный набор навыков и умений, а в конце получается ваш диплом. На прошлой неделе я выдал сертификаты первой группе «Основы» в Амстердаме, которая получила зачет по всем трем дисциплинам. И это прекрасно. Мы полтора года не организовывали очные встречи в Амстердаме по воскресеньям. Но церковь продолжает работать, и Бог живет и работает в нас. И в сентябре мы сможем продолжить обучение. И начнем с практических занятий. Вы можете получать знания, но это всего лишь семя. Это знания. Но если знание останется без мудрости, то оно не принесет плода. Матери и отцы нужны для того, чтобы дети не только получили знание слова, но для того, чтобы они научились его применять в жизни. Встречая других людей на своем пути, в Царстве Божием так не работает, как мы привыкли. А вот я закончил курсы, я готов. Я то и это привел в порядок в своей жизни. Вам нужно первонаперво заново родиться. И как в жизни каждому ребенку нужны родители. И то же самое. И в Царстве Божьем. Там вам тоже нужны родители. Так задумал Бог. Я хочу на примере Иисуса вместе с вами посмотреть, как человек рождается в Царстве Божьем. Но еще важнее, как он взрослеет. Этот год очень важный для нас. А взрослые, сыны и дочери Божьи, встают и действуют с той силой и властью, которой их наделил Иисус. Чтобы в конце концов изменить к лучшему то место, куда их поместил Господь. Эту историю вы можете прочитать в Евангелии от Луки. И она называется «Заблудший сын». Иисус же рассказывает нам о человеке, у которого было два сына. Я с вами вместе хочу почитать эту историю. Если у вас есть Библия под рукой, то, пожалуйста, возьмите ее. Вам будет легче сконцентрироваться, особенно если вы находитесь у себя дома. Я замечал за собой, что в зале мне легче быть внимательным, чем у меня дома в гостиной. Итак, возьмите Библию или же откройте приложение на телефоне. Евангелие от Луки, 15 глава. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение, то есть не только младшему, но обоим сыновьям. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. То есть он получил наследство от отца. Но вместо того, чтобы приумножить его, использовать его с пользой для людей и страны, он растратил его попусту. Бог же призвал нас приумножать, а не расточать. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране. И он начал нуждаться. И пошел и пристал к одному из жителей страны той. А тот послал его на поля свои, пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред к тобою и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих. Встал он и пошел к отцу своему. Он надеялся вернуться так обратно, несмотря на все то, что он сделал против воли отца своего. И когда он был еще далеко, увидел его, отец его, и жалился, и побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного целенка, и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали все веселиться. Старший же сын его был на поле, и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение, ликование, и призвав одного из слуг, спросил, «А что это такое?» Но на этом история не заканчивается. Сейчас мы прочитаем дальше о старшем сыне. Старший же сын его был на поле, и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и призвав одного из слуг, спросил, «А что это такое?» Он сказал ему, «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного целенка, потому что принял его здоровым». Он усердился и не хотел войти. «Отец живо, а выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу, «А вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими». А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, «Ты заколол для него откормленного теленка?» Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое, а о том надо радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Я считаю, что это прекрасные слова, которые можно слушать снова и снова. Бог всегда ставит на первое место заблудших и потерянных. Но в то же время, я верю, что в этой истории говорится не об одном заблудшем сыне, но о двух, которые потеряли путь к сердцу отца. Иисус всей своей жизнью дал понять, это не только принципы, как нужно жить, чтобы у вас все было в порядке, но то, как вы можете изменить что-то в этом мире и вести плодотворную жизнь, это возможно, прежде всего, если вы связаны с сердцем отца. Оба сына же в этой притче потеряли связь с отцом. Я бы хотел сделать два вывода из этой истории. Первый вывод, как же стать взрослым сыном или дочерью в Царстве Божьем. И первое, что напрашивается, само собой, вам нужно отпустить собственную правоту. Для обоих сыновей это было проблемой. Сперва для младшего сына, потому что он отказался от своего отца, обвиняя себя. Его справедливость, его правота была недостаточной, чтобы оставаться сыном своего отца. Он оценивал свою жизнь. И старший сын был тоже согласен с младшим. Он жил вот так, расточая свое имение с блудницами. И как же так? Мы будем сейчас праздновать его возвращением. Но он хотел возвратиться в качестве слуги. И может быть, мой отец мне позволит, я тоже смогу жить в доме. Потому что даже слуги в доме живут лучше, чем я сейчас. он возвращается обратно, и вы видите отцовское сердце на протяжении всей этой истории. Бог не пассивен. Он активно участвует в возвращении своих сыновей в дом его. И он видит издалека, когда сыновья возвращаются и стремятся к ним. А знаете, Бог это не Бог, который, наблюдая издалека, ждет, когда вы сами все уладите. Нет. Он стоит перед дверью и стучится. И он ждет, не дождется. Когда восстановятся отношения, если между вами еще что-то стоит. Если вы внимательно прочитаете Библию, то увидите, что нет ничего между вами. Иисус убрал все плохое, что стояло на пути между вами и вашим Отцом Небесным. Он все искупил на кресте и посредством своего воскресения. Поэтому важно, чтобы вы отпустили свою собственную справедливость, потому что никто не может доцянуться до образца и до идеала. А если бы так было, то Иисусу незачем было бы спускаться на землю. Но Иисус пришел на землю, потому что нет справедливых, нет таких, кто постоянно ищет Бога и спрашивает себя, а как я могу служить Ему 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. И для этого пришел Иисус, чтобы мы не искали свою справедливость, а приняли справедливость Иисуса. Поэтому так важно, чтобы вы принадлежали церкви и вам напоминали о важном. Поэтому я так благодарен Петеру и Илоне, моим духовным отцу и матери. Они напоминают сынам и дочерям не только о своей справедливости, но и о том, как тот самый старший сын, который думал, что он что-то с собой представляет. Павел говорит нам, «Я знаю, что в слабости моя сила. Бог дал мне шанс быть отцом. Там моя слабость. Бог сделал меня наставником в церкви. И в этом есть тоже моя слабость. Там лежат мои недостатки. И в тот момент, когда я осознаю, где мои недостатки, есть момент моей силы. Потому что я знаю, Бог наполнит меня тем, чего мне не хватает. Не потому, что я живу во грехе, но потому, что я был призван для чего-то большего. То есть мне нужно больше, чем моя человеческая мудрость и моя человеческая сила. И вот тогда произойдут какие-то изменения. Для младшего сына ему нужно было отпустить свою правду. Я недостаточно хорош. А Бог его вытянул и показал ему, смотри, каким я тебя вижу. Моими глазами, с точки зрения всей работы, проделанной Иисусом. И со старшим сыном тоже видно, что Бог Отец рядом с Ним. Сердце Бога открыто не только для незнающих Его людей, но и для тех, кто запутался в религиозных законах и обязательствах. Тех, кто устал, кто 10 и 20 лет подряд служит Богу в церкви, кто запутался в разочаровании, в том, что их ситуация вышла из-под контроля. Я верю, что Бог желает помочь вам прямо сейчас, и не для того, чтобы вас покрыть непоколебимыми аргументами, чтобы показать, что вы смотрите на вещи неверно, но чтобы вы почувствовали его присутствие. Ведь вас призвала не какая-то организация, чтобы выполнить задание, но вас взяли в семью, где вам прежде всего позволено быть ребенком, потому что вас взял Отец, чье сердце полно любовью к вам. В Библии не говорится, что Бог любит нас, потому что мы любим Его, но наоборот, мы любим Его, потому что Он сперва полюбил нас. Я верю в то, что не только те сыновья и дочери, что находятся далеко, будут призваны, но Он позовет и тех, кто, может быть, находится совсем рядом с Ним, и Бог говорит им, не застревайте в своей правде. Я служу двум организациям, и я перевожу какую-то сумму в месяц на благотворительность. Это и есть застревание в своей собственной правоте. Сила Господня освобождается в тот момент, когда вы смотрите на то, что сделал Иисус, и на правду Господню и справедливости Иисуса. И в тот самый момент сила Господа начинает работать в вашей жизни. И об этом нам во время молитвы напоминали мои коллеги. Когда мы анализируем какую-либо ситуацию, нам не нужно расстраиваться из-за того, что нам недостают силы, но знали, что с Богом все возможно. Я помню, как я тогда, 10 лет назад, говорил о невозможных событиях, ситуациях в моей жизни. И тогда они были действительно невозможные. Но вот эта ситуация тоже сейчас нереалистичная. Я тогда мечтал о ней. Я чувствую, что эмоции, сомнения меня переполняют. Тогда и сейчас так важно сконцентрировать свое внимание на Иисусе, потому что я не сирота, а сын или дочь в доме, и Святой Дух наделил меня силой, чтобы менять мир, потому что Бог желает творить моими руками. А что же говорит отец старшему сыну? Все мое, твое. В начале всей этой истории вы видели, что старший сын тоже получил наследство, и он укоряет Бога. Господь, я усердно работал, я никогда не мог веселиться с друзьями. Несмотря на то, что в Библии столько примеров, я хочу один еще раз привести здесь. Ученики радостно подходят к Иисусу. Мы видели чудеса и знаки, мы живем в благодати Твоей, мы видим исцеление больных, воскрешение мертвых. Великолепно, чудесно. Не направляйте свою радость на плоды, ответил им Иисус, но радуйтесь тем отношением, что у вас есть с Отцом. Это и есть ваш источник. Это означает, что ваше имя известно, оно написано в книге жизни, что вы унаследовали жизнь вечную, что у вас есть не только ваша земная семья, но и небесная духовная семья, где вам можно быть, куда вас поместил Господь. в Слове Бог дает нам понять, что Он дал нам жизнь не только в семье с земными родителями, но и духовных родителей, чтобы вырасти духовно в Царстве Его. У вас есть не только Бог-Отец, и вы думаете, вот он у меня есть, и все будет хорошо, и Святой Дух надо мною. Это означает, что у вас есть отцы и матери, которые заботятся о вас, о вашей жизни. И второе, о чем я хотел поговорить с вами, первый, не держитесь за свою собственную правду, ни как младшие сыны, даже не так, как старший сын, помните о правде, которую дал нам Иисус. Второй же пункт, да, о чем же он был? А вот второй пункт, позволяйте себя исправлять, исправляйтесь. Оба сына были исправлены отцом, заблудший сын был исправлен. Он вернулся к отцу и отец исправил его, сказав, не позволяй прошлому своему затмить тебе разум, чтобы ты принижал себя. Знай, что Бог приготовил для тебя прекрасное будущее и у Него есть для тебя что-то очень хорошее и Он возложит на тебя ответственность. Ответственные сыны и дочери вырастают тогда, когда они учатся у своих родителей брать на себя ответственность. Например, мой родной отец научил меня заботиться о своих вещах. Как цепь самому починить на велосипеде, чтобы не зависеть всегда от моего отца. Он взял меня с собой в холодный задний двор и научил раз и навсегда как надо, чтобы я научился на всю жизнь ремонтировать свою цепь на велосипеде, так же и в духовном. Если Бог дает вам духовных отца и мать, и они вам помогают нести посильную ответственность, и каждый раз, когда вам это успешно удается, вы проходите на следующий уровень с еще большей ответственностью. Царство Божие — это не конечная цель на пути к независимости, и там вам не нужно будет ни перед кем отвечать, но в тот момент, когда вы достигли своего уровня, вы шагаете от благодати к благодати, и вас нагружают еще большей ответственностью. Вы не сирота, не тот, кто сам должен все открывать для себя. Нет, он хочет дать вам отцов и матерей, и в Библии говорится, что это не одна и не две, а сотни. У меня есть, я в качестве примера хочу привести себя. У меня здесь уже больше отцов и матерей за последние десять лет, чем пальцев на обоих руках, и они мне помогают в трудных ситуациях. Если меня спрашивают вести за собой, я не знаю, как отцы и матери вставали вокруг меня и придавали мне сил, веры, любви и надежды, чтобы я поднялся не своими силами, но силою правды Господней, чтобы я смог выполнить свое призвание, чтобы я это сделал не своей силой и мудростью, но чтобы у меня была надежда, что Бог поможет мне, и последуют чудеса и знаки. Бог это не только поговори об этом, прочти вот эту книгу о воспитании, прекрасно славить Бога вашим разумом, но верить в то, что Бог есть на земле, в вас есть Царство Божие, которое постоянно расширяется чудесами и знаками, где болезни сменяются здравием, где травмы исцеляются радостью, где сироты становятся сыновьями и дочерями. Я хочу, чтобы сейчас у нас была молитва здесь, в нашем замечательном зале в Барнефельде и также в Зеландии, и даже если вы смотрите нас просто по телевизору дома, онлайн, я знаю, что есть люди, кто еще не выстроил отношения с Иисусом, и кроме того, кто еще не присоединился к семье в Царстве Божием. В Библии, в послании к кремлинам говорится, что мы не только группа людей, организации и церкви, но мы все одна духовная семья. Сейчас поднимитесь, пожалуйста, встаньте. Это семья, где у нас есть множество отцов и матерей, которые нам хотят помочь. Два года назад в Амстердаме впервые образовались мы «Дорбрекерс». Самое прекрасное было в том, что мы пошли в этот путь не одни. Духовные отцы и матери наши пошли с нами не для того, чтобы ограничивать нас, но чтобы в нас поверить, чтобы с нами молиться, чтобы говорить слова жизни для нас, чтобы говорить то, что Бог говорит о нас, что Он хочет сделать нашими руками, чтобы поговорить о людях, которых Он нам доверил. Я хочу каждому здесь сказать, я не знаю, с какой вы семьи, но я хочу сказать, что Бог желает быть вашим отцом. Если вы еще никогда не принимали Иисуса, то знайте, что Бог Отец дает о себе знать через Сына Своего Иисуса. Взрослые сыны и дочери позволяют увидеть сердце Отца. Если вы выбираете пройти этот путь с Богом, прийти в Божественную семью, я прошу вас помолиться вместе со мною. Отец, благодарю тебя за то, что ты любишь меня, что я могу прийти к тебе таким, какой я есть, что мне не нужно стыдиться за свое прошлое, за сделанные мною ошибки и за то, что было сделано мне. Я благодарю тебя, что ты делаешь меня сильным и обновляешь меня, что ты даешь мне новую одежду, новую обувь, новое кольцо, символы моей новой жизни. Господь, что я сын твой, мы призваны здесь, на земле, быть проповедниками Царствия Божьего. Я благодарю тебя за благодать и верность твою. Я благодарю, что ты идешь со мной на протяжении всей моей жизни, что ты меня не бросишь сиротой, что ты придаешь силы с помощью Святого Духа, и что ты даешь мне духовных отцов и матерей, чтобы я мог вырасти как сын Божий. Ведь взрослые сыны и дочери Божьи изменят мир, они покажут всю твою благодать на земле, и все народы и нации падут перед тобою на колени, и каждый повторит, что ты прекрасен, и ты верен во имя Иисуса. Аминь. Более того, я хочу бросить вам вызов. Погрузитесь в Слово. Давайте поаплодируем все вместе. Это прекрасно. Искать мудрость везде. Но прежде всего, но люди живы не хлебом единым, и не только образованием, но Словом Божьим. Если мы изучаем Слово Господне, то мы можем и в образовании, и в песнях по радио, везде, и среди наших неверующих коллег, мы можем слышать Бога. А почему? Потому что наши уши очищены Словом. Бог с вашей помощью желает не только построить церковь, но прежде всего, Он хочет использовать вас, чтобы построить свою семью, быть хорошим братом, сестрой, отцом, матерью. И вот так, знаете, Бог смотрит не только на народы, Он смотрит лично на каждого. Он любит всех, даже того вредного коллегу на работе, про которого вы думаете, вот это да, какой плохой характер. Знаете, что Бог и его любит, Он любит его так же, как и вас, и Он хочет свою любовь передать тому вредному коллеге через вас. Бог желает, чтобы ваши дети познали любовь его через любовь отца и матери. Вот это та сила, которую он приносит. Даже если вы иногда сомневаетесь, молите Бога. Второе послание Коринфянам. Прочитайте его, пожалуйста. Радуйтесь тому моменту, когда вы думаете, что вы больше не можете идти дальше. Ведь это тот самый момент, когда Бог начинает работать. И от естественного вы идете к сверхъестественному. И чудеса, и знаки у вас все еще впереди. И Царство Божие растет с нашей помощью, с помощью взрослых сыновей и дочерей Божьих. Аминь. Давайте возвеличивать с Бога.